Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о возможности совместных подкормок томата, огурца, перца, баклажана в период, когда у них образовались первые плоды и идет интенсивное как цветение, так и плодообразование. В этот период растения очень сильно страдают от нехватки магния, появляется характерная пятнистость на листьях от нехватки магния, ведь магний перетекает в плоды, он обеспечивает всевозможные процессы в плодах и в листьях, его катастрофически не хватает. Магний является основой хлорофила и основой питания. Как только вы обнаружили магниевое голодание, точно знайте, что у вас сразу начнут мельчать плоды, они перестанут нормально расти, потому что не хватает листового аппарата для того, чтобы обеспечивать эти самые плоды питания. Одновременно с образованием плодов растения продолжают свисти и они также требовательны к бору. Хотя много бора не надо, но бор все-таки является весьма эффективным микроэлементом в том случае, если его не хватает в почве. И хотя корневые подкормки магнием являются очень эффективными, гораздо более эффективными, нежели чем вне корневые подкормки, вне корневые подкормки магнием являются скорой помощью. И, конечно же, хочется сэкономить время. Когда бора не хватает, стебли начинают у томата мельчать, вытягиваться, образуется большое количество пасынка, верхушка перестает расти, цветки отваливаются, это все сигнализирует о том, что бора не хватает. И, конечно, неохота проходиться два раза по растениям, чтобы один раз подкормить их сульфатом магния, а второй раз подкормить их бурной кислотой. И, конечно, многие-многие спрашивают, в этот горячий период обеспечения растений всем необходимо, а можно ли совместить две эти подкормки. И вот, что я вам хочу сказать. Конечно, сульфат магния является легко растворимой минеральной солью. Используется она в количестве примерно 10, от 10 до 20 грамм на ведро воды, поскольку она является обжигающей, эта соль и высокие концентрации сульфата магния неприемлемы. То есть лучше сделать несколько подкормок там через 3-4 дня, нежели чем сделать одну густую подкормку. С одной стороны. С другой стороны, бора надо совсем немного. Максимальная концентрация бора тоже 10 грамм. Ух, какая банка у меня. Тоже 10 грамм на 10 литров воды. Но это максимальная концентрация для очень тонкой-тонкой обработки. Если вы не можете, не в состоянии нанести своим опрыскивателем маленькую дозу, то возьмите буквально 1-2 грамма на 10 литров воды. При этом магниевые соли и соли борной кислоты являются нерастворимыми. Когда мы... Увидите, у меня банка огромная. Казалось бы, кормить не хочу. Но не только бором сытой томаты. Когда мы соединяем магния сульфат и борную кислоту, то у нас получается хитрое соединение, которое называется орто-борат магния. Орто-борат магния, как и другие бораты магния, являются очень плохо и малорастворимыми. Они выпадают в осадок. А что же происходит с сульфатом? А проблема в том, что сульфат превращается в серную кислоту. И эта серная кислота значительно подкисляет раствор. Серная кислота является сильной. И она, конечно же, ничего хорошего не несет нашим растениям. Если мы возьмем вот эту лакмусовую бумажечку и посмотрим, то у нас здесь кислотность этого раствора где-то составляет четверочка. Четверочка – это очень кислый раствор для использования, для опрыскивания. Поэтому совмещать эти растворы крайне не рекомендуется. И хотя вот концентрация, которую вы используете, вот даже если это все влить в ведро воды, то, конечно, кислотность не будет такой драматичной, чтобы сильно повредить ваши растения. Но при всем том, бор и магний вы здесь инактивируете. А опрыскивать растения серной кислотой – идея так себе. Поэтому никогда не совмещайте подкормку с сульфатом магния с подкормкой борной кислотой. На нашем канале вы узнаете об интересных органических подкормках под корень магнием, которые будут вполне соответствовать потребностям всех огородных растений, которые у вас только есть. Следуйте нашим советам, и у вас все будет в полном порядке. Вы не заблокируете одни соединения другими и не нанесете вреда вашим растениям. Поэтому борной кислотой по листу ею неэффективно подкармливать под корень, а с сульфатом магния либо разнесите это во времени, эти подкормки, либо разнесите в пространстве. Подливайте лучше с сульфатом магния в таком случае, если вы одновременно кормите растения и борной кислотой. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!